Мурат Матурганов Мурат Муси, два веселых волка, один белый, другой серый. Нет, но на самом деле в мире считается... А белые же волки тоже есть? Сейчас я расскажу об этом, конечно. В мире существует два вида, это черный и серый. Ну а вот на территории Азии и Европы есть также степные, лесные и сибирские волки. Считается, что чем севернее проживают волки, тем они крупнее, а вот чем южнее будут они тогда помельче. Но в дикой природе черные волки встречаются лишь в Канаде, там же обитают и черные лисы. Но о них я расскажу вам в следующий раз. Мне всегда было интересно, а где можно встретить волков? Во всех регионах? На территории СНГ крупные волки обитают в Вологодской области. Не всем странам так повезло с этими животными, потому что в Европе, Англии, Японии волки занесены в Красную книгу. И есть такое поверье, что когда-то врачи использовали даже клыки волков в качестве медицинских инструментов. Это говорит о том, что клыки этого зверя очень острые. Да. Ну а сколько их в нашем зоопарке? Что касается животных нашего зоопарка, их шестеро. Я имею в виду взрослых, представителей стаи. Одну из волчиц зовут Стелла, она очень уважаема среди своих собратьев. Всем им около 10 лет. И в дикой природе, кстати, живут они до 20. А вот у нас в зоопарке бывал случай до 35 лет. После того, как мы за ними ухаживаем, за ними наблюдаем. Вот ты говорил, что у них каждый год бывает пополнение, а вот в этом году как? Да, это очень важно. Дело в том, что действительно у нас каждый год появляются волчат. И в этом году Стелла родила волчонка. И дело в том, что мы приготовили у них специальный домик, будку, где бы она могла это совершить. Но она сама вырыла яму и сделала это все как в природе. И это прямо вот было там, в норе у себя. Но ей так комфортнее. Ну, конечно, да. Поэтому мы создаем все условия, но животное вправе решать, где это делать. Меня всегда удивило, откуда он это все знает? Как откуда? Я там работаю. А мы советуем нашим телезрителям почаще посещать наш зоопарк. Быть может, вы тоже будете знать и будете в курсе всех событий, правильно? Конечно. Спасибо вам за прекрасную беседу, уважаемые телезрители. Напоминаю, что вы должны беречь природу и ходить в зоопарке. Спасибо.